Цветочница Всем растениям. Кажется, что именно они дарят ей бодрость духа и каждый день поднимают настроение. Вместо картошки Нина Александровна сажает тюльпаны, маки и многое другое. Вам нравится больше процесс, когда вы садите или когда уже видите результат, когда зацветают цветы? Все равно одинаково. Люблю сажать. Я сейчас, у меня дочечка старшая сажает, я уже не могу нагнуться. Я только стою рядом. И вот рассказываю, так я не знаю, мне немножко неудобно и стыдно, что я заставляю детей вот так вот делать. Ну, безвыходное положение. Раньше я сама сажала. Хотя Нина Александровна любит всех своих ароматных подопечных, среди цветов много лекарственных и редких растений. Вот, к примеру, разбитое сердце удивляет своими необычными бутонами. На приобретение нового экземпляра в свою цветочную коллекцию Нине Лукьянова не жалко ни денег, ни времени. Вот, поехала я, у меня было 200 рублей. Я ходила, ходила и думаю, ну, что ж мне делать? И хочется это купить. И вот тут тоже хочется купить. А не хватает целых 100 рублей. Я подошла, сперва смотрела, рассмотрела. Пошла по базару, походила. Нигде больше ничего хорошего не было. Только вот эти вот такие. Ну, у него там и другие были. То Нелечка купила. Вот. Я подошла и говорю, сынок, знаешь что? У меня в кошельке, открыла даже кошелька, говорю, честно, 200 рублей. Ну, я хочу тебе купить. Три цветка, а не два. Вот, что мне делать? А он мне сказал, бабушка, я бы никому не отдала, вам отдам. И он мне отдал три цветка. Не перестают удивляться ухоженным двором и соседей Нины Александровны. Квартальная Людмила Владимировна, проходя мимо, просто не может удержаться, чтобы не остановиться. Женщина очень любит цветы, а соседка всегда охотно делится семенами. Живем на одной улице. И когда ходишь сама мимо ее двора, раз уж можно пройти мимо, не повернуть голову в эту сторону, на эту красоту. Вот только сходит снежок, все, начинаются подснежники. После подснежников начинаются пролиски, гиацинты, нарциссы. Ну, это же красота. Ну, красота же такая. Вот. И она же ухаживает за этим, за всем, с такой любовью. Вот, ну, только начинается там уже солнышко, уже все, она уже начинает все это каждый цветочек прочищать, очищать от листиков, от мусора, от палочек, от камешков. Ну, и вообще, вот, сколько лет я ее знаю, вот мы тут уже живем 20 лет на этой улице, и вот столько лет она с этим делом занимается. Вот, что в комнате, в комнатные цветы у нее, что во дворе, вот такой порядочек, чистота, красота. Подчиняются легкой руке Нины Лукьянова не только цветы во дворе. Подаренная родственниками орхидея, очень капризна растение. В этом доме цветет третий год. Более того, женщина добавила в воду, которая поливает цветок, две капли уксуса. И уже на следующий день фиолетовые прожилки на нежных лепестках стали ярче. Вот такой вот секрет. Что дают вам цветы? Вот почему вы так увлечены? Здоровье они мне дают. Я, вот как мне трудно, голова болит, а я встану утром, думаю, нет, все равно до тех цветов пройду, посмотрю. Да. А в другой раз те, которые меня еще не интересуют, они цветут. А я мимо пройду и не вижу их. А потом вспомню, что надо жить еще что-то. И поливать тоже хожу так. Смотрю, что вот этот нужно полить, иначе он не выживет. Да. И все так вот. Ну не знаю я как. Ну люблю я и все. Как я их люблю, не знаю. Для Нины Александровны нет более приятного запаха, чем нежный и легкий аромат растений. Никакие духи мира не сравнятся с благоуханием цветов, который царит в ее дворе. А беседка в окружении зелени и пестрых цветов – это островок покоя, похожий на рай на земле.